Творчество испанского живописца Диего Ласкеса Одно из ярчайших явлений мирового искусства – объективное воспроизведение реальности и достоверность ее непосредственного ощущения находят в его произведениях совершенную художественную форму. Искусство Веласкеса, где человек глубоко, сложный и многозначно связан с окружающим миром, на редкость целостно развивается по пути непрестанного обогащения. Даже то немногое, что мы знаем о Веласкесе, создает исключительно привлекательный образ человека высокого нравственного благородства. Уже современники называли его художником истины. Искусство Веласкеса, воплощение правды и справедливости, диктует особую бережность в его истолковании. Родина Веласкеса – Севилья. Этот изданно цветущий торговый центр Испании сквозь века пронес вольную праздничную атмосферу жизни. В условиях кризиса охватившего страну Севилья в годы юности художника оставалась городом сокровища яркого самобытного искусства. Веласкес родился в 1599 году в небогатой дворянской семье. Отец Хуан Родри Резда Сильва происходил от старинного португальского рога. Мать Херонима Веласкес была уроженка Севильи, художник, полное имя которого Диего Родригес де Сильва Веласкес, согласно испанскому обычаю носил фамилию своей матери и даже в некоторых документах он именуется как Диего Веласкес. Маленький Диего Рано обнаружил склонность к искусству. Был отдан отцом в обучение знаменитому севильскому живописцу Франциско Эрери Старшему. Вскоре он перешел в мастерскую Франциско Пачеко, одну из самых известных севильев. Здесь его товарищем стал Алонсо Кану, в будущем прославленный испанский архитектор, скульптор и живописец. Возможно, эту мастерскую посещал и Франциско Сурбаран. Трудно найти большую противоположность Эрери Старшему, художнику большого таланта, но человеку грубого и неуживчивого характера, чем доброжелательный, неизменно обходительный севильский живописец, ученый-гуманист, поэт и теоретик искусства Пачеко, с которым отныне тесно была связана жизнь Веласкеса. Широко и многогранно образованный, опытный педагог Пачеко особенно известен трактатом искусства живописи, обобщившим разноречивые эстетические взгляды своего времени. Сторонний художественного эклектизма, он сумел высоко оценить искусство лучшего из своих учеников Веласкеса, предоставил ему творческую свободу. В 1616 году Веласкес получил звание мастера. В 1618 году Пачеко выдал за него свою дочь Уанну Марианду, так написав об этом. После пяти лет обучения и образования я отдал за него свою дочь, побуждаемую его добродетелью, чистотой и другими качествами, а также в надежде на его природный и великий гений. Веласкес стал своим человеком в гостеприимном доме Пачеко, который современники называли Академией образованнейших людей не только в Севилье, но и всей Испании. Молодой художник познакомился здесь со многими выдающимися людьми своего времени. Самостоятельность Веласкеса проявилась уже в ранних полотах, созданных в жанре бадыгонов, изображавших скудные завтраки простолюдинов, кухонные сцены с немногими полуфигурами и выделенным на переднем плане натюрбунтом. Незатейливые сцены, лишенные развернутого сюжета и активного действия, отмечены воздействием караваджизма. Резкий контраст из света и тени подчеркивает почти скульптурную объемность фигур и предметов, представленных на глухом темном фоне. Пространство кажется безвоздушным, живопись тяжелая и плотная. Ощущение реальной среды раскрывается через предметы народного быта, изображение которых Веласкесом принадлежит к превосходным образцам испанского натюрмонта. Жанровая живопись стала первоначальной школой его портретного мастерства. На это указывает и Пачека, упоминая, что Веласкес сплотил крестьянскому мальчику, служившему ему моделью. Зарисовывая его в различных видах и позах, в разных состояниях, он приобрел уверенность в искусстве портрета. От картины к картине видно, как успехов достигает молодой художник. Одно из ранних полотен – завтрак, где юноша, мальчик и старик собрались за скромной трапезой. Тон пирушки сдает смеющийся мальчишка, который, подняв бутыль, приглашает бралить стоящего у левого края стола единственный стакан, из которого все трое будут пить по очереди. Его одобряет красноречивым жестом сидящий справа хитроватый парень, по типу близкий Пекаро, герой испанской плутовской новеллы. Сам мотив застолья в испанской жанровой картине принадлежит традиции караваджизма. В видоизмененном варианте этой композиции «Завтрак женщине, жарящей яичницу», «Завтраки двух юношей» и «Продавцы воды в Севилье» изображение становится более сдержанным, замкнутым и сосредоточенным. Глухие тени смягчаются. Жесткая живопись приобретает разнообразие оттенков. Веласкес особенно любил картину «Продавец воды в Севилье», лучшую из его бодегонов. Известный среди населения Севильий корсиканец, продающий воду, зашел в часы летнего зноя в полутемную харчевню. Сюжет мог бы послужить для оживленной жанровой сцены, но художник запечатлевает здесь с почти портретной достоверностью выразительный облик желанного гостя севильских улиц. Его фигура господствует в композиции. Нежное лицо мальчика, сосредоточенно берущего бокал с драгоценной влагой, контрастирует с закаленным в несгодах и с вырожденным складками лицом корсиканца. Огромный глиняный кувшин, мягко округлящийся объем которого выявлен потоком света, придает весомую устойчивость его статной фигуре. Вносит картину оттенок торжественности. Мощная пластичность этого кувшина находится в озвучии в изображении другого, меньшего по размерам стоящего на столе. Тем самым художник умело достигает равновесия, подчеркнуто объемных форм, организует общее построение композиции. По контрасту с крупными сосудами, хрупок почти невесом стеклянный бокал с хрустально чистой водой, которую корсиканец подает мальчику. Изображенные в картине предметы необходимы не только для создания композиционного единства, но и для выявления сюжетных связей, для непосредственного ощущения жизни. Образ продавца воды раскрывается в окружении конкретных предметов, которые от него неотделимы. Как все испанские мастера, Веласкес исполнял церковные заказы. Его немногочисленные ранние картины на религиозные сюжеты следовали принципам жанра бадыгонов. Необычно для евангельского сюжета решена картина «Христос в доме Марфы и Марии». На переднем плане помещена жанровая сцена. У стола с прекрасно написанным натюрмортом стоит толкущая в ступе молодая служанка, рядом фигура, получающая ее старухи. Полотно можно было бы отнести к типичному бадыгону, если бы в его правом углу не помещалась небольшая сцена, в которой запечатлено посещение Христом Марфы и Марии. Большинство исследователей считают, что это не картина, не окно, а зеркало на стене, в котором смутно отражены находящиеся перед кухней фигуры Христа Марфы и Марии. Прием удвоения образа, сочетающего реальные бытовые мотивы с мотивами, отличенными и возвышенными, отличает все творчество Веласкеса и проходит долгое развитие. Здесь же этот прием только заявляет о себе, но он уже владеет воображением художника. КОНЕЦ В написанной чуть раньше кухонной сцене с фигурой служанки Мугладки на первом плане при расчистке картины в 1933 году в ее верхнем левом углу удалось обнаружить маленькое изображение Христа в Маусе. В обоих произведениях евангельские сюжеты, казалось бы, столь далекие от бытовых персонажей переднего плана, заключают в себе тему гостеприимства – трапезы в узком кругу близких людей. Особенности жанра бадыгонов заметны и в картине «Поклонение волхов». Выдвинутая на передний план группа написана при искусственном освещении. Сама по себе темная картина стала со временем еще темнее. Сумрачный пейзаж с узкой полосой холодного желтого рассвета на горизонте указывает на ночное время действия. Тяжеловесные грубые фигуры волхов, которые тесно окружили Богоматерь с младенцем, несомненно написаны с натурщиков. Падающий слева резкий свет выделяет фигуру сидящей Марии. Изображена молодая андалузская крестьянка. Она крепко держит крупными сильными руками своего здорового, плотно завернутого черноглазого мальчуга. Миловидное округлое лицо женщины с тонко очерченными темными бровями привлекает внутренним чувством. В опущенном взоре и скромность, и смущение перед вниманием высоких гостей, и сдержанная нежность матери к своему первенцу. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь Севильи принесла Веласко суизвестность, счастливую семью, верных друзей. Она была самой светлой в изоблачной порой его молодости. Ничто не предвещало коренных перемен в его жизни. Между тем, в 1621 году скончался Филипп III. Один из ряда тех бесцветных монархов Кабсбургской династии, которые, не имея охоты и способностей к государственной деятельности, предпочитали передавать браздеправление в руки фаворитов. Престол наследовал сын умершего монарха Филипп IV. Молодой король выразил желание непосредственно заниматься делами государства, отказаться от разорительной роскоши. Многих в испанском обществе окрылила надежда на лучшие времена. Однако любитель искусства, наделенный художественным вкусом, смелый охотник, галантный кавалер, умелый наездник, Филипп IV по своей натуре был человеком безборным, безответственным и праздным. Фаворитов умершего короля сменил граф-герцог Оливарес, всесильный временщик, имевший очень сильное влияние на Филиппа IV. Сын сивильского губернатора Оливарес, стремясь укрепить свое положение, при дворе покровительствовал землякам. Сивильянцем был и королевский капеллан Хуан де Фонсека, принадлежавший к большим поклонникам таланта Веласкеса. Расчет Лива Пачега понял, что наступил благоприятный момент для придворной карьеры его ученика и зяди. Следуя его наставлениям, Веласкес в 1622 году поехал в Мадрид. Из-за чисто внешних обстоятельств, поездка не увенчалась успехом, и он вернулся в Сивилью. Лишь год спустя, благодаря хлопотам Хуана де Фонсеки, Веласкес получил вызов от самого графа-герцога. Художник приехал в Мадрид вместе со своим учителем. Возможно, зная скромность и замкнутость характера Веласкеса, Пачега рассчитывал на свой жизненный опыт и знание людей в сложной обстановке придворной жизни. Однако признание сразу же пришло к молодому живописцу. Остановившись в доме Фонсеки, он написал портрет своего покровителя. Этот портрет, нам неизвестный, получил при дворе, по словам Пачега, высшую похвалу, какая только могла быть. Сам король заказал Веласкесу свой конный портрет, принявший художнику огромный успех. Но, увы, он погиб во время пожара 1734 года, уничтожившего королевский дворец Акаса. 6 октября 1623 года Веласкес был назначен придворным живописцем с исключительным правом писать портреты короля. Отныне его дальнейшая жизнь протекала в Мадриде. Новая испанская столица в центре Тголова, выжженного солнцем Костильского Клоскогорья, застраивалась быстро и хаотично. Здесь все, вероятно, показалось молодому северянцу чужим и неприветливым. Он жил с семьей в центре города, а его мастерская располагалась в Алькасаре, в кромастском здании, перестроенной в средневековой мавританской крепости. С Алькасаром Веласкес был связан не только как придворный живописец. В противоположность другим великим художникам своего времени, он не мог целикомандаться искусству. Его карьера при дворе – карьера придворного, медленно восходившего по иерархической лестнице официальной должности. Среди многочисленных придворных обязанностей только одна оказалась увлекательной и плодотворной. Веласкес фактически возглавлял Королевское собрание произведений искусства, неустанно его пополняя. Приор де Лос-Антус отмечал в 1683 году, что гигантский королевский дворец по богатству коллекции картин, выделявшийся среди других монарших творцов мира, обязан этому заботу Веласкеса. Его жизнь протекала в душной атмосфере Королевского двора, одного из самых чопанных, консервативных и старомодных в Европе. Как живописец, он был ограничен преимущественно заказами Филиппа IV, получая не всегда регулярно выплачиваемое жалование и часто испытывая значительные материальные затруднения, мастер, тем не менее, никогда не продавал своих картин, ибо в противном случае его искусство, по понятиям того времени, превратилось бы в неблагородное ремесло, источник дохода. Вместе с тем жизнь в Мадриде обогатила Веласкеса новыми впечатлениями, расширила его художественный кругозор, сблизила с культурной элитой. Еще во время первой поездки в столицу он написал портрет знаменитого поэта, создателя изощренного литературного стиля Луиса де Гонгоры, в ту пору капеллана короля. В костистом, потянутом лице этого запутанного надменного человека художник подчеркнул выражение холодного достоинства. В 1628 году ко двору вернулся из изгнания Франциско Кеведо, сатирик и поэт, один из выдающихся испанских писателей 17 века. Он стал поклонником Веласкеса, посвятил ему проникновенные суммы. Портрет Кеведо кисти Веласкеса не сохранился и известен в непосредственных копиях. В Мадриде у Веласкеса сразу же нашлись враги и зависти пытавшиеся очернить его имя. Искусство молодого севельянца было встречено крайне неодобрительно придворными живописцами и пигонами во главе с итальянским художником и теоретиком искусства Висенте Кардукчо. В 1627 году был объявлен конкурс на создание большой картины «Изгнание морисков», посвященное историческому событию 1609 года, когда в правлении Филиппа III около 500 тысяч морисков, потомков обращенных христиан-мавров, искусственных ремесленников и трудолюбивых земледельцев было изгнано из Испании. Веласкес, который принял участие в конкурсе, должен был создать парадную аллегорическую композицию, прославляющую покойного монарха, что совершенно не соответствовало его правдивому таланту. На это, видимо, и рассчитывали его враги. По решению авторитетного жюри, картина Веласкеса, по словам Пачеку, была предпочтена остальным. Выставленная для обозрения публики, она имела шумный успех в Мадриде, а затем украсила парадный зал зеркал в Алькасаре, наряду со знаменитыми полотнами Тициана и Рубенса. Картина погибла во время пожара Аркасары, известна лишь по восторженному описанию испанского художника XVII века Антонио Паламин. Награду за победу Филипп IV назначил Веласкеса комер юнкером. Выказанная мастеру милость короля как бы узаконила его художественную манеру. Вместе с тем его жизнь еще теснее связалась с королевским двором. В первые же годы в работы в Мадриде Веласкес обратился к парадным придворным портретам. В числу ранних и самых известных изображений Филиппа IV принадлежит портрет короля во весь рост с впрошением в руке. Прежде всего художник выявляет здесь черты внешней собранности, самообладания, спокойного достоинства, которые отражают лишь некоторые грани характера молодого монарха. Филипп IV изображен в момент официального приема. Художник смело строит композицию на крупных обобщенных массах, находит выразительный силуэт фигуры. Король словно вырастает перед зрителем, занимая почти все полотно. Впечатление внушительности усиливается почерпнутым сочетанием маленькой головы, широкого разворота корпуса и длинных тонких днов. Строга, почти суровая красночная гамма портрета. Темная окрая одежда, белое пятно воротника, оливково-серый фон, темно-красная скатерть, стола. Боковое освещение придает резкость светотеневым переходам, но в передаче окружающего фигуру пространства, в пластичности форм, особенно лица, ощущается уверенная рука живописца. С точным сходством, ничего не смягчая и не утрируя, Веласкес запечатлевает малопривлекательное бледное лицо Филиппа IV с фамильными габсбургскими чертами, тяжелым выдвинутым вперед подбородком, крупным горбатым носом, выпеченной нижнеглубой чувственного рта, холодным и замкнутым взглядом. В парадной традиции во весь рост мастер писал в эти годы другие парадные портреты молодого короля. Его брата-инфанта Дона Карлса, графа-герцега Оливареса, ему удавалось создавать и произведения вне официальных заказов. Привлекательно высокий, складный юноша на мюнхенском портрете 1627-1629 годов. Волевое лицо оживлено внимательным, открытым взглядом. Портрет написан широко и свободно не завершен. Рука намечена эскизно. Более чем какой-либо живописец Веласкес должен быть назван природным портретистом. Но и для него в процессе постижения действительности рамки портретного искусства оказались узкими. Значительное место в творчестве мастера заняли сюжетные композиции. Станковые картины, созданные Веласкесом на античные сюжеты, вышли за пределы испанской традиции. Вместе с тем, такие его необычные полотна, как «Триумф Вакха» и «Кузница вулкана» мог бы написать только испанский мастер. В них заметный момент принижения образов, острое чувство реальности, оттенок иронии. Укрепившаяся за картиной «Триумф Вакха» другое название «Пьяницы» возникла значительно позже. Во времена Веласкеса оно звучало бы как грубое оскорбление. Да и само образное решение этого полотна не было так прямолинейно. Картина совсем не похожа на произведение Рубенса, с их пурной чувственной стихией, ненавеянной и светлой поэзией вакханалии Николая Пуссена. Веласкес на фоне горного пейзажа изображает пирушку испанских бродяг в компании античного бога Вакха, который венчает одного из них, возможно принимаемого в эту компанию солдата, венком из виноградных листьев. На редкость выразительно написаны из натуры участники пирушки с их огрубевшими от знойного солнца лицами, полными простодушья веселья. То, что художник вывел своих героев из обстановки полутемной кухни или харченней на природу, связал с изображением бога Вакха и сопровождающих его фаунов, придало картине впечатление необыденного бытового и более значительного события. При всей реальности в картине есть ощущение вакхической стихии. Помещение среди компаний бродяг, обнаженного Вакха и фаунов могло бы показаться искусственным. Усилив в картине черты условности, художник сумел этого избежать. Он находит такие характеристики, которые не разделяют возвышенное и низменное. В его изображении вакх, широколицый простоватый юноша с телом, далеким от идеальных норм красоты, приобрел чисто человеческие качества. В то же время окружающие его бродяги, в изображении которых выласкес вовсе не скрывает черт низменности, лишены оттенка вульгарности. В их образах, полных удалей, душевного размаха, грубоватого веселья, есть что-то крупное, значительное. Изображение в пигур, в пейзаже, что было обусловлено присутствием бога виноделия Вакха, впервые поставило перед живописцем с такой полнотой проблему передачи окружающей человека среды. Однако он ограничился введением условного пейзажного фона, который не связан с фигурами первого плана, написанными, как и бадагоны в мастерской при искусственном освещении. Живописное исполнение картины во многом неровно. Так, сопровождающих Вакха в фигурах, сохраняется контрастность света и тени, и резкость контуров. Они выдержаны в сдержанной коричнево-красной гамме. Изображение Вакха, напротив, отличается изысканной и сильной живописью. Принято считать, что оно переписано Веласкасом после посещения Мадрида в 1628 году Рубенса, который был, вероятно, свидетелем создания этой картины. Рубенс приехал в Маты с дипломатическим поручением, но здесь, как и повсюду, он занимался искусством. Пробов в Испании около девяти месяцев, он создал портреты королевских особ, обкопировал Тициана. Мастерская Веласкаса была предоставлена ему для работы. Многое разделяло находившегося в зените мировой славы великого фламандца и скромного 29-летнего испанского мастера. Тем не менее, они подружились. Рубенс сумел оценить яркое дарование молодого испанца. Веласкас сопровождал Рубенса при осмотре собраний из Корьява. Они беседовали по вопросам искусства. Общение с Рубенсом стало большим и радостным событием для Веласкаса. Оно способствовало его творческой самостоятельности. Возможно, по совету Рубенса, Филипп IV послал в 1629 году Веласкаса в Италию. Мечта живописца сбылась. Он мог, наконец, увидеть страну, ставшую местом паломничества для всех художников мира. В августе 1629 года Веласкас отплыл из Барселоны. Прибыв в Гену, он вскоре направился в Венецию, где, увлеченный творчеством Тициана, Тинторекту и Веронезе, изучал и копировал их произведения. Дальнейшему пребыванию в Венеции воспрепятствовали происходившие на севере страны политические события, и мастер переехал в Рим. Вечный город жил в это время насыщенной, яркой художественной жизнью, которая сразу захватила молодого испанца. Он жадно, сосудственной его натуре, целеустремленной пытливостью, изучал художественные сокровища Рима. Веласкасу покровительствовал племянник Папы Римского, кардинал Барберини, обладатель великолепных коллекций произведений искусства. По его приказанию, рассказывает Пачеку, художник был поселен в Ватиканском дворце. Но, видимо, распорядок жизни Ватикана не стеснял свободу Веласкаса, и чтобы быть предоставленным самому себе и не быть в одиночестве, он оставил Ватикан. И удовольствовался тем, что страже было дано распоряжение пропускать его, когда он захочет приходить для копирования Страшного суда Микеланджело и некоторых произведений Рафаэля Георбину во дворец. Там Веласкас провел много дней с большой для себя пользой. В летнее время он жил на Виле-Медичи, накопируя находившиеся там античные статуи. Заболевшего лихорадкой Веласкаса перевезли во дворец испанского посла в Риме. По дороге на родину он заехал в Неаполь, где написал по заказу Филиппа IV портрет его сестры-инфанты Марии, будущей королевой венгерской. В Риме в 1630 году он написал две картины. Первая на библейский сюжет Туника Иосифа изображает сцену в доме ветхозаветного старца Якова, которому сыновья приносят окровавленную одежду и якобы растерзанного хищным зверем младшего брата Иосифа, на самом деле поданного ими в рабство. Художник стремился убедительно передать горе Якова, разноречивые чувства, владеющие братьями-предателями, но в первую очередь его привлекала задача создания глубинной пространственной композиции с непринужденно расположенной группой полуобнаженных фигур, написанных с натурой. Гораздо значительная вторая картина – «Кузница вулкана». В этом полотне, как и в «Триумфе» Вахха, но только сложнее и ограничение, художник стремился соединить мифологический сюжет со сценой, приближенной к реальности и земным чувствам. Изображен эпизод из античного мифа. Аполлон сообщает богу огня вулкану о неверности его супруге, богине Венеры. По представлениям древних, вулкан был богом кузнечного ремесла, и это дало возможность художнику изобразить испанскую кузницу и работающих в ней людей. Аполлон в античных одеждах, окруженный сиянием, вулкан и его помощники, полуобнаженные, подобно античным героям. Это образы, приподнятые над повседневностью, в них есть определенная доля условностей. Однако обожествление персонажей приобретает в картине оттенок иронии. Кажется, оно дано художникам не всерьез. Боги не так уж отличаются здесь от простых людей. Вполне земной, даже прозаичной внешностью наделен сам Аполлон. В образах вулкана и его помощников передана целая гамма непосредственных человеческих чувств. Гнев и ярость охватили вулкана. Подмастерья поражены неожиданной вестью. Молодой кудрявый кузнец даже рот открыл от изумления. Близость к натуре, особенно в изображении кузницы с пылающим горным раскаленным металлом на наковальне, сочетается с традиционной трактовкой интерьера, где и как в полотнах ренессансных мастеров сквозь подобия выреза в стене виден идеальный пейзаж. Общий замысел этого произведения состоит в том, чтобы устранить ту степень условности, которая была неотъемлемым качеством картины на мифологический сюжет, вдохнуть в нее ощущение жизни. В творчестве Веласкеса прослеживается нарастающая линия совершенствования мастерства и углубленного постижения окружающего мира. Вместе с тем, этому типу развития способствуют грандиозные художественные рывки, благодаря которым его произведения не только выходят за пределы национальной школы, но и намного опережают свое время. К числу таких картин относятся написанные в Риме два пейзажных этюда, которые изображают живописные уголки парка Виллы Медичи. Среди исследователей существует немало споров об их датировке, относимой то к первой, то ко второй, более поздней поездке художника в Италию. Важен, однако, сам факт создания этих картин, наметивших дальнейший путь развития Веласкеса как одного из величайших мастеров мировой живописи. Впервые в ее истории он выходит на пленэр и создает пейзажи при естественном свете, меняющемся в зависимости от времени дня. Среди Веласовского собрания Прадо небольшие полотна, по-видимому написанные для себя, воспринимаются как скромные, но драгоценные украшения коллекции. Пейзажи называются обычно «полдень» и «конец дня». Яркий солнечный полдень. Свет, играя в листве деревьев, ложится бликами на землю, золотит мрамор статуи Ариадны, затерявшейся среди зелени. Кажется ощутимая вибрация воздуха, изменчивые прозрачные тени, очертания предметов. Здесь все слито, все полно трепета жизни. Другой пейзаж со светлой оградой и темными кипарисами написан в рассеянном свете. Строгая архитектура ренессансных форм, величавое очертание стройных деревьев, сдержанная, словно подернутая дымка, зеленовато-серебристая гамма красок создаёт ощущение покоя наступающего ясного южного вечера. Вместе с тем в поэтическом изображении заброшенного парка Вилла Меричи звучит и грустная нотка. Входные проёмы ограды кое-где забиты досками. На мраморной балюстраде служанка развешивает бельё, дорожки поросли травой. При этюдном характере пейзажей каждый создаёт пластический, законченный образ. Когда в 1631 году Виласкес, обогащённый итальянскими впечатлениями, вернулся на родину, его искусство обрело новые силы. Стало неизмеримо увереннее и более зрелым. В полотнах мастера совсем исчезают лухие тёмные тени, резкие подчёркнутые линии. В портретных работах нередко вводятся пейзажные фоны. Основная сфера приложения силы Виласкеса – придворный портрет. Он стремится наполнить жизнью и изменить традиционные парадные схемы. В первой половине 1630-х годов художник исполняет королевские заказы на несколько конных портретов. Для дворца Буэнре Тиру и так называемые охотничьи портреты. Для дворца Торрик де ла Парада. Он создаёт портреты картины, где фигуры изображены на фоне прекрасных пейзажей, широких гористых талий, кастильей и покрытого лёгкими облаками неба. Традиция парадного конного портрета, отмеченная декоративным блеском и бравурностью в произведениях Рубинца, которую Виласкес, несомненно, хорошо знал, была им переосмыслена. При всей торжественности его конные портреты Филиппа IV и несколько позже графа-герцега Оливареса, лишённый аллегорических фигур, кажутся более строгими, статичными, особенно в изображении застывших на скаку могучих, великолепно написанных коней. Трезвые и беспристрастно запечатлены всадники. Бледный вялый профиль Филиппа IV и самоуверенный, словно напыщенно позирующий Оливарес, который никогда не участвовал в сражениях, но приказал изобразить себя на фоне битвы. Гораздо интереснее конный портрет маленького наследника инфанта Бальдасара Карлса. Виласкесу часто приходилось писать инфанта, который выгодно отличался от остальных королевских детей красотой, умом и здоровьем. Его конный портрет сохраняет парадный характер. Вместе с тем, в фигуре царственного осадника, скачущего на небольшой грузной лошадке, возможно, пони, в выражении его лица, уверенном жести руки, держащей из жестоколкового соощущения живой непосредственности. Хотя Бальдасар Карлос со всей серьёзностью исполняет здесь роль важного военноначальника, он всё же остаётся ребёнком, что передаёт портрету лёгкий юмористический оттенок. Свобода и широта письма отличают живописное решение портрета, полное изысканной и радостной красочности. Пейзажный фон, где горная цепь Сьерра Галадорамы, рисуется во всём своём суровом величии, пронизан ясным утренним светом. Парадный канон сохраняется и в созданных Веласкесом охотничьих портретах короля, его брата Филиппа Фердинанда и маленького Бальдасара Карлоса. Эти портреты проще конных, интимнее по настроению. Прекрасно изображённая художником природа, серо-голубые, синеватые горы на горизонте, широкие окутанные серебристой дымкой равнины с мягкими очертаниями деревьев, сквозь листу которых пробивается рассеянный свет солнца. В свободной красоте природы противопоставлены люди, скованные строгим придружным этикетом. Однако их стройные элегантные фигуры, спокойные позы, простые непринуждённые жесты лишены торжественности. Портретируемые Веласкесом люди как бы показаны в момент краткого отдыха после увлекательной охоты. Непременным атрибутом портретов являются охотничьи собаки разных пород. Художник переживает время высокого творческого подъёма. Об этом свидетельствует картина «Задача Бреды», запечатлевшая падение в 1625 году голландской крепости, одной из немногих крупных побед испанского оружия и абсолютистской Испании в войне с демократическими Нидерландами. Картина Веласкеса, вошедшая среди других 12 композиций испанских живописцев в ансамбль образства Зала Королевств недавно выстроенного дворца Буэн-Ретиру, резко выделяется среди них глубокой жизненной правдой. В мировом искусстве «Задача Бреды» стала примером исторической картины, в которой с высокой мерой объективности и вместе с тем с подлинной человечностью охарактеризована каждая из враждующих сторон. Изображен торжественный момент, когда командующий голландским гарнизоном Юстин Насау вручает ключ от крепости испанскому полководцу Амбросио Спиноли, милости водорующему свободу побежденному. Тонко и тактично противопоставлены друг другу, высокий, стройный, спиноло и коренастый, грубоватый Насау. Их чувства показаны очень сдержанно, но за внешней элегантностью облика испанского полководца ощущается благородство его натуры. Полный гордого сознания своей победы, Спиноло, как опытный солдат, сумело ценить бесстрашие и мужество защитников Бреды и стремится облегчить для побежденного Насау тяжесть этой минуты. Делая первый шаг голландскому коменданту, он, кажется, не видит протянутого ключа и не спешит его взять. В спокойном ободряющем жесте руки, положенной на плечо Насау, в мягком выражении лица переданы участие и уважение к достойному противнику и вместе с тем снисходительность победителя, чувствующего свое превосходство. Не менее выразителен и Юстин Насау. Простой, лишенный светской подтянутости и лоска, он сгорбился словно от внутренней тяжести. Путь к Спиноле – это унизительный путь, и Насау, не склонив головы и не опустив взоры перед испанским военачальником, идет медленным дружным шагом. Строго продуманная композиция, построенная на сложном равновесии разнохарактерных частей, создает ощущение пространственной глубины как в изображении обширного пейзажного фона, так и во всей группе в целом. Действующие лица образуют полукальцу вокруг центральных фигур, вовлекаясь зрителя, который становится участником событий. В правой части композиции группа испанцев стоит под лесом стройных копий. Они так выразительны, что в Испании картина Веласкеса называется просто копья. Их четкий и мерный ритм усиливает впечатление организованности и компактности многочисленного испанского войска. Художник создал здесь превосходные портреты испанских аристократов. В их изящной осанке и строгой выправке, в холодном достоинстве породистых лес, подчеркнуты уверенность и гордость победителей. Вместе с тем мастер с чувством уважения и симпатии изобразил мужественных голландцев. В самом очертании их крупных фигур и в естественных свободных позах чувствуется внутренняя сила. Дух защитников крепости несловный. Молодой солдат с мушкетом на плече спокойно смотрит на зрителя. У него простое, даже простоватое лицо вчерашнего крестьянина или подмастерия. Из эпизодического персонажа этот голландский юноша вырастает в удивительно правдивый тип человека молодой страны, представителя новой социальной эпохи. Картина решена в сдержанном изысканном колорите с тонко переданными валерами, то есть переходами в соотношении тонов в пределах одного цвета. Огромное уходящее вдаль пространство равнины наполнено серебристым туманом раннего июньского утра, с которым сливается дым пожарищ, пылающих на горизонте селений. Поездка в Италию отразилась на уровне мастерства, достигнутом Веласкосом в его немногочисленных религиозных композициях. По заказу королевы Изабеллы для ее капеллы он написал «Венчание Богоматери» – красивую, гармонично уравновешенную картину, безупречную и несколько холодноватую, парадную по исполнению. Возможно, он был вдохновлен композицией картины «Эль Греко» на ту же тему в церкви госпиталя «Милосердие» в городе Ильескосе, но решил ее в совершенно ином рациональном и классическом стиле. К заметным произведениям Веласкоса принадлежит распятие, написанное по заказу короля для мадридского монастыря Сан-Плассидо. В традиционный для испанской живописи и скульптуры образ он внес держанность и искренность чувств, волнующую и возвышенную человечность, отказавшись от типичных жестоких, пугающих реалий в изображении крестных мук Спасителя. Совершенная по пропорциям и мягкой светотеневой моделировке тело не висит на кресте, а словно стоит на его выступе. Склоненное лицо, на которое упала прядь темных волос, полно мудрости и скорби. КОНЕЦ Совсем новая задача стала перед Веласкосом при создании большой картины Святой Антонио Аббат и Святой Павел Отшельник. Правда, она отступает на второй план перед другими его замечательными произведениями. Однако изначально картина удачно соответствовала своему назначению. Она украшала одну из многих эрмит, небольшую чесоню в парке Буэн-Ретиро. Эрмиты предназначались для уединения, отдыха, молитвы и вместе с тем были связаны со светским пространством парка. Сюжетом картины послужила простодушная и трогательная средневековая легенда о встрече двух святых старцев, поборников аскетической и благочестивой жизни. Антонио Аббат, чтобы увидеть Павла Отшельника, прошел долгий путь. Встретил кентавра, затем сатира, которые указали ему дорогу в пещеру с забитым досками входом. Но вскоре Павел Отшельник умер, а дряхлевший Антони был не в состоянии предать его тело земле. Тогда львы пустыни друзья Отшельника вырыли ему могилу. Последовательные эпизоды легенды представлены маленькими фигурками в разных частях композиции. Центр полотна занимает более крупное изображение святых старцев, восседающих у подножья огромные отвесные скалы и воздающих хвалу Господу. По его величию, летящий черный ворон несет хлеб в клюве. Веласкес стремился передать глубокую связь персонажей с окружающим прекрасным миром, царящее состояние умиротворения, радости, покоя, Божьей благодати. Пейзаж олицетворения вечной красоты фантастичен, но в нем угадываются черты знакомой художнику просторной костельской природы. Окутанная светом, выдержанная в гамме серебристых, серых, голубых и зеленоватых тонов, картина отличается легкой и почти прозрачной живописью. В конце 1630-1640-х годов Веласкес пишет много портретов. Он создает целую галерею представителей испанского общества, начиная с короля, членов его семьи, важных сановников и аристократов до королевских шутов. Одинаково убедительное и глубокое проникновение художника во внутреннюю сущность людей, которые находились на дне общества и те, кто был вознесен на его вершину, создают всеобъемлющую, целостную картину современной ему действительности с ее резкими контрастами. В портретах Веласкеса обычно отсутствуют аксессуары, жесты, движения. Серый-горичневый фон, благодаря тонкому соотношению валеров, кажется воздушным, обладающим глубиной. Впечатление объемности достигается не столько светоденевой лепкой, насколько удивительно точно найденной позой и очертаниями силуэта. Свободно положенные мазки образуют тончайший слой, сквозь который нередко просвечивает крупнозернистый холст. В гамме красок преобладает сочетание темных тонов, соответствующая тонам одежды испанской аристократии. Цветовая гамма, однако, исключительно богата. Сам черный свет лишен непроницаемости, полон богатейших оттенков. Строгое цветовое решение портретов оживляется изысканнейшими сочетаниями красно-розового и серебристо-серого, зеленоватого и серо-коричневого, черного и золотого. Художник извлекает поразительные, беласки, соски, эффекты изучения целой гаммы серых тонов. То более темных, мягких, бархатистых, то переходящих к оливковым, то достигающих чистого, свежего, жемчужного оттенка. Каждый из портретов выполнен в неповторимом красочном созвучии, в особом живописном ключе. Непосредственное впечатление от портретов Веласкеса – поразительная достоверность внешнего облика человека, переданного во всей жизненной трепетности. Уже Кивейда отметил в поэтическом послании Веласкесу, если это портрет какого-то лица, то кажется, что оно не нарисовано, настолько оно живо. Точно ты отразил его в зеркале. Но для художника зрительная, чувственная убедительность образа является необходимым условием раскрытия внутренней сущности, личности. Он изображает человека таким, каков он есть, в противоречивом слиянии самых различных черт характера. Как мастер психологического портрета Веласкес может быть поставлен в один ряд только с Рембрандтом, не менее явно их различия. В то время как Рембрандт словно вовлекает зрителя в процесс становления и развития образа, окружая его атмосферой особой эмоциональной взволнованности, Веласкес, воспринимая портретируемого во всем жизненном единстве его внутренней сущности и внешнего облика, всегда смотрит на человека как бы со стороны. Портреты Веласкеса эмоционально сдержаны. Мир чувств, мыслей, переживаний здесь чаще всего скрыт под внешней бесстрастностью, что особенно заметно в портретах членов королевской семьи и других лиц высшего света. Портреты Веласкеса также неповторимо своеобразны, как и живые люди. В облике Хуана Матеуса, начальника королевской охоты, хмурого, неприятливого вельможи, угадывается внутренняя усталость больного, стареющего человека. В Дрезденской картинной галереи можно увидеть исполненный Веласкесом несколько позже в более свободной манере портрет светски подтянутого неизвестного кавалера ордена Сантьяго. Его породистое холюное лицо насыщено лессировками. Длинным, довольно сухим мазком написана цепь ордена. Она объемно мерцает, углится. Простой, совсем не артистичный по внешности знаменитый скульптор Хуан Мартинес Монтаньес изображен за работой. Рядом с его полуфигурой эскизно намечен контурами рисунок бюст короля. Напряженное сильное лицо мастера сосредоточено почти сурово. Веласкес, редко изображавший руки своих моделей здесь с особой выразительностью передал жест скульптора. Его крепкие кисти с гибкими пальцами. В погрудном портрете первого министра графа-герцога Оливареса отброшены все парадные аксессуары. Художник вплотную подводит зрителя к всесильному временщику, находившемуся уже на закате своей карьеры. Ощущение грубоватой силы находит выражение в тяжелой плоти грузной фигуры, висистого лоснящегося лица. Черты его почти гротескны. Взгляд маленьких глаз пронзительно устремлен на зрителя. За маской казалось бы внешнего благодушия скрывается жестокая и циничная натура корыстолюбца и ханжи. И ласкоса привлекали люди творческого склада, яркого деятельного характера. Портрет неизвестного, которого принято считать Алонсо Камо, один из наиболее сложных по внешней замкнутости образа элегантного и даргого и заключенной в нем напряженной внутренней жизни. В повороте корпуса горделивой посадки красивой головы смелым почти дерзком взгляде угадывается волевая незаврядная личность. Живостью характеристики отличается погрудный портрет герцога Франческо Первого Десте, правителя Модены и Реджо, посетившего Испанию в 1638 году. Сочетание тонов серебристо-черного доспеха и густо-розового шарфа нарядно оттеняет черты молодого, энергичного и не очень приятного лица. Немногочисленные в творчестве вылазкосоженские портреты обогащают наше представление об испанской женщине 17 века, которой в феодально-католической Испании была уготована участь сотворницы. Только в произведениях Лопе де Веги, Тирсу де Малины, Кардерона впервые прозвучал юсмелый голос. Столь распространенная в европейском искусстве 17 века передача внешней привлекательности и роскоши нарядного туалета уступила в творчестве Веласкеса правдивой трактовке человеческого образа. Даже его парадные женские портреты лишены идеализации. Это направилась в уже упомянутом созданном в Неаполе портрете инфанты Марии. В портретах рано умершей испанской королевы Изабеллы Бурбонской французская принцесса супруга Филиппа IV среди особ королевского дома выделялась красотой и умом приветливостью. Она не любила позировать и ее Веласкесовские портреты крайне редки. В конном портрете для дворца Буэна-Ретиру исполненном при участии помощников особенно привлекает оживленное лицо королевы, освещенное взглядом прелестных черных глаз. В женских портретах исполненных вне официального заказа художник раскрывал внутреннюю одухотворенность, обаяние юности, зрелой женственности. Он, по-видимому, чаще всего обращался к изображению близких себе людей. Предполагаемый профильный портрет жены Хуаны Миранды начала 1630-х годов известен под названием Сивилла. Женщина в скромном одеянии держит в руках черную грифельную доску. Мечтательный взгляд затененных глаз устремлен в пространство. Характерный облик в то же время национально типичен. Привлекателен портрет черноглазой девочки. Тонким лиризмом овеяна незавершенная картина Швейер, модель для которой, по-видимому, послужила дочь художника Франциско. Галерея женских образов Веласкеса первое место занимает Дама с веером. Если даже как принято считать это изображение Франциски, то портрет все равно воспринимается шире, как образ испанской женщины своего времени, не утерявшей при этом индивидуальных качеств. В сочетании именно таких мягких черт лица, его нежного овала, ясных золотистокарий глаз, в естественной позе и жести раскрывается обаяние этой женщины, не обладающей яркой красотой. Черная мантия, полураскрытый веер, четкий с распятием, красноречивые спутники испанки в ее повседневной жизни. Как всегда, у Веласкеса эмоциональное начало очень сдержано, однако со строгим изящным обликом дамы ощущается душевная энергия курды-пуки характер. Долгое время автопортрет художника начала 1640-х годов находился в плачевном состоянии. Умелая реставрация последних десятилетий обнаружила его высокие живописные достоинства. 1640-е годы Веласкес стал свидетелем произошедших в Испании бедствий. Летом 1640-го года вспыхнуло восстание в Каталонии, которое послужило началом длительной и осложненной политическими интригами Франции и так называемой Каталонской войны. Филипп IV в каталонском городе Фрага руководил военными операциями. В сопровождающей его свете находились придворный живописец Веласкес и любимый карлик Эль Прим. Нельзя представить себе, чтобы увиденное в растерзанной борющейся Каталонии не оставило следа в чуткой душе художника. Может быть так остро столкнувшись жестокой правдой реальности, он стал еще более зорким человеку, еще выше стал ценить человечное в нем. По прихоти короля в Афраге в тяжелых походных условиях в загородке Сурок Веласкес написал его поколенный портрет, известный под названием Лафрага. Филипп IV изображен в парадной военной форме с жезлом военачальника в руке. Ничто не преувеличено, все естественно, сохраняет близость к натуре. Вместе с тем портрет принадлежит к живописным шедеврам Веласкеса. Уже само сочетание розовато-малиновой одежды и жемчужно-серебряных кружев, покрывающих его тонким узором, необычно изысканно. Основное созвучие серо-перламутровых и красных тонов обогащено введением золотисто-коричневых оттенков. Переливчатость красок, оттенена темным пятном большой широкополой шляпы с красным страусовым пиром, виртуозно написанным на красном фоне. Торжественно спокойная поза лишь оттеняет физическую и духовную вялость испанского монарха. Живописное совершенство портрета еще сильнее выявляет прозаичность и заурядность изображенного на нем человека. В поездке по Каталонии Веласкес создал портрет своего спутника Карлика Эль Приму, один из самых глубоких портретной серии королевских шутов. Издавна при королевских дворах держали шутов карликов уродцев. Средневековых европейских хроников упоминаются шуты и карлы, часто очень одаренные люди, служившие в качестве посредников и советчиков в государственных делах. С конца эпохи возрождения и до 17 столетия по мере утраты гармонического представления о человеческой личности усилился интерес к болезненным и аномальным явлениям природы. При дворе Филиппа IV состав Труанес так назывались в Испании придворные шуты и карлики и уродцы расширился. Среди них были люди здоровые и умственные физически и люди больные и полноценные взрослые и дети. Труаны составляли часть придворного уклада. Подобно любимым собакам и обезьянам служили средством развлечения в томительном однообразии дворцовой жизни. Они присутствовали на торжественных церемониях, сопровождали короля на охоту, в поездках. Обиженные природой дети разделяли компанию королевских отпрысков в качестве слуг, нянек, живых кукол. Труаны содержались при дворе в материальном довольстве. С ними не обращались грубо, им не подобало высказывать ни сочувствия, ни жалости. Над ними можно было смеяться в пределах дозволенных этикетов. Испанские придворные живописцы 16 века писали в качестве курьезов портреты Труанес, помещали их фигуры на баранных полотнах. Эти изображения по контрасту подчеркивали величие и красоту знатных особ. Становясь такой же принадлежностью придворного портрета, как модный кружевной платок или бархатный стул, на который, как на плечо карлика или карлицы, могла опереться аристократическая рука. Следуя традиции, Воласки списал заказанные ему портреты шутов, карликов, уродцев. Произведения эти не имеют себе равных в мировой живописи. Не связанным ни требованиям этикета, ни изобразительными канонами, художник проявил здесь подлинную творческую свободу, сумел раскрыть в шуте и уроде черты подлинной человечности, и в этом заключен огромный гуманистический и социальный смысл его правдивых образов. Написанный еще в 1630-х годах портрет Пабрильоса из Валя до Лида, один из первых его галереи королевских шутов, находящийся вправо. Пабрильос как бы выбежал вперед и самер перед зрителем в порывистой и в то же время беспомощной позе. Его фигура выделяется темным пятном на сером светлом фоне, предсудлива резкая линия силуэта. Все служит для создания острого внешне запоминающегося образа шута, который, возможно, что-то изображает. Близок по подходу портрет шута Крестобаля Перни, прозванного Барбароса, именем мусульманского волонтюриста-пирата, непосредственно затронувшего испанские интересы захватом Алжира и Туниса в начале XVI века. Одетый в красно-кирпичный турецкий костюм, но шутовским колпаком на голове, вернее, изображен воинственной позе. Она соответствует натуре этого сильного, смелого человека, дерзкого задиры и острослова. Образ Барбаросы задуман как пародия на воинственность, пародия на героизм. Характеристики преобладают черты внешней театрализации. Неизмеримо сложнее и глубже более поздний портрет другого шута, прозванный в насмешку Хуаном Австрийским, именем выдающегося испанского полководца, национального героя, победителя турок в битве 1571 года при Элепанту. Мастер, следуя традиции пародного портрета, изображает его фигуру во весь рост в интерьере. Справа в проеме стены виден эпизод морского сражения. Хуан Австрийский одет в роскошный черный с розовым костюм. У его ног атрибуты воинской славы, оружие, латы, пушечные ядра. Но на портрете представлено существо жалкое, хилое. Зритель смотрит на него несколько сверху, благодаря примененному художникам высокому горизонту. У старого шута сутулая фигура, кривые тощие ноги. Богатые одежды сидят на нем мешком. Бесформенная шляпа с пышными перьями, как будто случайно попала на невзрачную маленькую голову. Оружие, разбросанное по каменному полу в намеренном беспорядке кажется шутовской бутафорией. В этом портрете выласки стремится подчеркнуть, что изображен забавный нелепый шут, вместе с тем характеристикой многополановой, хитром проницательном взгляде и словно спрятанной под густыми усами иронической улыбки сатаенная насмешливая шута, которой участвуют в придворной забаве, исполняя порученную роль с подлинным блеском. Портрет приобретает оттенок тонкой пародийности. Смешан уже не только шут, возвеличенный до героя, сколько героя не заведено до шута. Впрочем, ничего смешного здесь нет. В этом странном персонаже ощущается что-то жалкое, приниженное и в выражении усталого немолодого лица, и в том, как он с трудом стоит в заученной позе, и как вяло держит жезл его рука. Картина отмечена редкой живописной красотой, предвосхищая самые поздние полонамастера. Сотканная из тускло-розовых и серо-дымчатых оттенков, она написана легко, свободно, воздушно. Портрет Хуана Австрийского принадлежит к числу наиболее глубоких, поднимающихся до скорбного трагизма изображений шутов, созданных Веласкесом в 1640-е годы. Четыре самых знаменитых портрета этого времени висят в Праду в ряд на одной стене. Представлены больные, обиженные природой люди. Написанный в Каталонии портрет Диего де Асседу, прозванного Айн Приму, одаренного степенного человека, причастного к работе Королевской канцелярии, изображает Карлика на фоне туманного горного пейзажа. С непропорционально маленькой фигурой контрастирует темная широкополая шляпа и большая книга, которую Эль Приму листает слабыми ручками. Введение пейзажного фона еще сильнее подчеркивает впечатление его человеческого одиночества. Судя по раскрытому фолианту и чернильнице с пером на переднем плане, Карлик что-то пишет сам. Рядом его верные друзья книги. Некрасивое бледное лицо сосредоточено и печально, задумчив взгляд темных решенных блескоглаз. Других портретах Шутов Хуана де Калабасириаса известного как Эльбово дель Коррия, слабоумного Франциско Лескану, Карликова уродца Себастьяна де Мора Художник резко подчеркивает их неполноценность. Маленький, похожий на обрубок Мора сидит в беспомощной позе на полу. В его деформированной фигуре с руками кутяпками и выставленными вперед крошечными ступнями есть что-то глубоко неестественное. Эльбово забился в угол комнаты, что придает особую приниженность его фигуре. Любимая забава королевских детей, изображен на фоне темной скалы, из-за которой открывается горный пейзаж. Посаженный на возвышении, он застыл в неудобной, вымоченной позе по-детски беспомощно висящими ножками. Его ущербность выражена крайне остро. Возможно, в силу своей физической и умственной неполноценности не все персонажи Веласкеса сознавали отпущенную им природой и судьбой меру унижений и страданий. Но художник ставит своей целью показать зрителю именно это, раскрыть трагический смысл их существования. В каждом из шутов и уродов он обнаруживает свой мир и живая. Трудно уловить определенные выражения в невидящем зоре косоглазого Хуана Текала Басильяса. В мягко расплычатых в чертах лица написанных скользящими легкими мазками. Растерянный, беспомощный, он первым жестом потирает руки, улыбается лишь ему понятным чувством, что придает образу оттенок зыбкости, неуловимости. Гарлик Себастьяна де Мора пристает напротив, как цельная личность. Очень ярко показаны черты его внешнего уродства. Квадратное грубое лицо отмечено печатью физического вырождения. Звучные тона зеленой одежды и красного украшенного золотом плаща выгодно оттеняют причудливую внешность карлика, похожего на большую, безобразную и вместе с тем нарядную куклу. Внимание приковывают его огромные черные глаза, их суровый пытливый взгляд полон мыслей, беспощадного укора, мрачного отчаяния. Резкое несоответствие неподвижному, колодоподобному облику этого человека внутренней энергии его духа придает портрету впечатляющую силу. художник утверждает существование высоких человеческих качеств в каждом, даже самым последним представителем общества. Тема такого рода развита в замечательных парных картинах в Ласкесе, изображающих Мениппа и Изопа. На первый взгляд кажется, что живописец запечатлел двух старых ничьих, которых он встретил на улицах Мадрида и дал им имена античных сатирика и баснописца. Менип, насмешливый старик полуоборота смотрит на зрителя. Изоп, большой и нескладный, с отягающим лицом, безразличен ко всему окружающему. Художник придает величественность фигурам Мениппа и Изопа, пишет их во весь рост, заполняя всю плоскость полотна, применяя низкий горизонт, благодаря чему изображенные им люди как бы несколько свысока взирают на зрителя. Подобные приемы служат прежде всего для подчеркивания характерного облика, так особенно заметны очертания сутулой спины Мениппа, его слабых ног, тяжеловесность крупного тела, Изопа, небрежность его позовь. Вместе с тем это монументальные, как бы приподнятые над повседневностью образы. Интеллектуальная содержательность Менипа выражена в его ироническом отношении к миру. Нищий философ, возможно, что-то читал и писал сам, но книжная премудрость его больше не волнует. Брусив у своих ног раскрытые филианты и свитки рукописей, он стоит, зябко кутая свое старческое тело в рваный плащ и затаенно из-под тяжка наблюдает за окружающими. Очень подвижное лицо, все понизанное мерцающими и красочными отцветами, исказило с язвительной улыбкой, оттенок торжествующей насмешки сквозит выражение недобрых пронзительных глаз. Образ Узопа один из самых глубоких в творчестве Ласкеса, близок к образам Рембрандта по ощущению сложного психологического состояния человека. Однако и здесь чувства кажутся глубоко спрятаны, они не находят выхода в спокойном усталом выражении поблегшего лица, на котором в годы нужды и горя оставили неигладимый отпечаток во взгляде почти потухший глаз, грустное безразличие к окружающему миру и мудрость человека, изведавшего истинную цену жизни. В изображении философов Ласкес выдвигает на первый план значительные этические проблемы. Это образы людей, опустившихся на уровне нищих городяг и по существу отвергнутых обществом, но вместе с тем обреживших полную свободу, отсковывающих личность условностей и может быть именно поэтому с мудрой прозорливостью видящих то, что скрыто от других. Когда в 1647 году Ласкес был назначен смотрителем королевских построек, перед ним открылась возможность снова посетить Италию с целью закупки произведений искусства и приглашения итальянских фрескистов для украшения перестраивающегося Алькассара. Он отплыл в Италию в январе 1649 года и пробыл в стране около полутора лет. Веласкес посетил многие итальянские города, приобрел в Венеции полотна Тициана, Тинторетто, Веронезе, выполнил возложенные на него поручения, в том числе заказал селепки и бронзовые отбивки с античных и нересанских статуй. После этого он надолго поселился в Риме. Исполненные Веласкесом в Италии произведения принесли ему триумфальный успех. Верка внешне сопровождающего ученика Хуана Парехи, потомка Мавров, народу Ганимова в католической Испании помогла художнику создать одно из наиболее человечных и горячих по живописи произведений. Звучные насыщенные тона зеленовато-коричневой одежды и белоснежного свободно лежащего воротника оттеняют золотисто-смуглое лицо Мувата, его прекрасные черные глаза и крупные розовые губы. В выражении спокойного и привлекательного лица в плавных широких очертаниях фигуры чувствуется мудренняя сила. Выставленные на ротонде Пантеона среди работ других иностранных мастеров портрет Парехи был встречен с воодушевлением художественной общественности Рима. Выласкоса избрали членом Римской Академии Святого Луки и Общества Виртуозов Пантеона. Исполненный же вскоре портрет Папы Римского Иннокентия X принес ему мировую славу. Мощное цветочное звучание портрета построенного на напряженном контрасте белого и красного обладающего поразительным разнообразием вишневых малиновых пурпурных пламенно-розовых оттенков становится выражением внутренней энергии и темперамента изображенного человека. Материально связательно переданный тяжелый атлас алой мантией белоснежная ряса мягкий бархат кресла с позолоченными украшениями лицо Иннокентия X на котором сосредоточено все внимание Веласкеса грубое багровое с пронизывающим взглядом глубоко посаженный глаз притягивает зрителя внутренней гласной силой каждая часть лица красноречива так выражение плотного сжатого рта в тяжелом широком подбородке едва прикрытой жидкой бородой угадываются черты низменной жестокости и скрытности характера свет выделяет крупное хрящеватое ухо и эта живая деталь выделяя объем головы усиливает впечатление прозаичности житейской неприкрашенности всего облика понтифика он представит на портрете не только как злой хитрый мстительный 76-летний старец но и как человек сильных хотя и порочных страстей полной воли и властной жестокости характер раскрыт так полно и многосторонне что кажется ничто не скрыто от проницательного взора художника он запечатлел Анакентия десятого словно в момент концентрации всех внутренних сил когда скрытые качества его натуры обнаружились с поразительной яркостью увидя портрет папа воскликнул слишком правдиво но принял его благосклонно а выласкоса наградил золотой цепью портрет стал самым знаменитым созданием мастера вне Испании в Риме им любовались как чудом и бесконечно его копировали создание портрета предшествовал этюд сделанный выласкосом с натурой отмеченный высокими живописными достоинствами он отличается невиданно смелой остротой непосредственной и откровенной характеристики судьба этюда примечательна художник по-видимому увез его с собой в Испанию затем он попал в английскую коллекцию Уолпола в Нурфолге откуда в 1779 году его купила императрица Екатерина II для Эрмитажа в 1937 году произведением и ласкоса среди картин других мастеров было продано в Вашингтонское собрание Меллана и с этого же года находится Вашингтонской национальной галереи искусства в путеводителе по картине галереи Эрмитажа Александр Бенуа писал по поводу этюда действительно святой отец не прощен он больше похож на предводителя разбойника в чем наместника Христова но картина прекрасна она написана всего тремя красками белый черный и красный и однако комбинациями их и магией и святотени веласкес достиг полной передачи натуры и такой жизненности что становится жутко вглядываясь в это произведение среди исполненных в риме портретов людей из окружения папы выделяется виртуозно написанный портрет кардинала Камилу Остави привлекательный образ избалованного жизнью молодого человека находясь в Италии завоевав здесь высокое признание веласкость чувствовал себя свободным полным творческих сил его увлекали новые впечатления он мечтал поехать во Францию посетить Париж мастер не спешил возвращаться в Мадрид его пребывание в Италии затягивалось известно что это чрезвычайно раздражало Филиппа IV сохранилось письмо написанное в феврале 1650 года испанскому посту в Атекане в котором король с холодной настойчивостью требует возвращения художника на родину Филипп IV ссылается на якобы всем известную флегматичность натуры Веласкеса что по его мнению задерживает выполнение порученных ему заданий и просит немедленно отостать Веласкеса в Испанию после того как тот все закончит из письма становится ясным что ни о каких дальнейших планах придворного живописца не может быть и речи неоднократные напоминания короля и особенно решительное письмо одного из испанских друзей Веласкеса заставили его подчиниться в июне 1651 года он возвратился в Мадрид Знаменитая картина Венера с зеркалом обычно относилась к позднему творчеству Веласкеса Однако стало известно что она уже в 1651 году находилась в собрании первого министра и коллекционера Маркиза де Эричи и могла быть написана художником перед его второй поездкой в Италию или в саму Италию Созданная вопреки запрету инквизиции это редчайшее в испанской живописи изображение обнаженного женского тела предвосхищает образную многозначность характерную для поздних работ мастера Следуя венецианской традиции представлена богиня лежащая на ложе сопровождающая ее амур держит перед ней зеркало но красота Веласкесовской Венеры красота реальной женщины нагое тело которое покоряюще прекрасно Венера изображена со спины сам выбор позы появляющая отнулось плеча тонкость талии очертания развитых бедер и стройных ног подчеркивает певучий плавный чарующий линий гибкое тело словно пронизано токами жизни его форма вторит движение мягких складок покрывала занавеса и висящих у зеркала деда нежность и теплота бледно-золотистого тела оттянена дымчато-серым покрывалом красноватыми лунами ложе и занавеса белоперламутровая ткань уброшенная у бедер живая модель поднята до идеала возвышенной божественной красоты вместе с тем смутно различимое в зеркале отражение молодого миловидного лица богини кажется неуловимым загадочным словно не принадлежащим этому пленительному телу по возвращении из Италии глазкость знак особой милости короля был назначен на должность гофмаршала двора и отныне его жизнь целиком замкнулась в стенах Алькасара художник был вынужден покинуть свое жилище в городе и переселиться в дворцовые апартаменты руководство сложнейшим распорядком придворного быта легло на его плечи согласно этикету гофмаршал должен быть всегда при королевской особе присутствовать при всех церемониях организовывать все празднества балы приемы охоты заведовать устройством королевской семьи и святой во время различных поездок более того в круг обязанностей гофмаршала входила и работа чисто бытового характера просмотр за отоплением чисткой с заправкой ламп парадной сервировкой стола оплата хозяйственных расходов дворца даже осторожный паламину отмечая высокую честь оказанную ласковству признает что почетная должность захватывала человека целиком и сожалеет что она сковывала творчество мастера тем более достойна восхищения неукротимая воля художника создавшего в этот период свои самые прославленные картины и великолепные придворные портреты выласкость написал свыше 30 портретов короля он не только изучил каждую черту его лица но исчерпывающе познал возможно не отдавая себе в этом полного отчета за урядную и слабую натуру своего повелителя живописца и монаха связывали узы взаимной привязанности палет Филиппа IV в Праду авторское повторение портрета из лондонской национальной галереи изображает короля погрудно на темно-сером воздушном фоне в темной одежде благородна простота в сочетании красочных пятен болезненно бледное лицо рыжеваток каштановые волосы прически и молоцеватых тонких усов серебристо-белый воротник на первый взгляд все в облике Филиппа IV проникнуто высокомерным достоинством но стоит глядеться и величавая невозмутимость монарха предстает как привычная маска светская потянутость не может скрыть что король не только обрез устал но и душевно подавлен внутренне одинокий в его обычно вялом охладном взгляде угадывается что-то скорбное в котором стоит представить в себе меру историческая ответственности придворного живописца который создал в 17 веке в эпоху пышных официальных изображений портрет одного из ведущих государственных деятелей Европы на уровне такой жизненно глубокой характеристики. Можно еще раз убедиться в том, насколько вылазка, спотретировавший сильных мира сего и изгоев общества, отличался высшей справедливостью суждения о человеке. Печатью вялого существования, скованного непререкаемыми правилами этикета, отмечены его женские и детские портреты особ королевского дома. Они предназначались для родственных иностранных дворов. Копию выполнял художник Хуан Буатиста Массу, ученик и зять Веласкеса, который иногда работал с ним совместно, но прежде всего был умелым подражателем, усвоившим манеру учителя. На портретах Веласкеса фигуры обычно изображены во весь рост, в неподвижных позах, одетые по новой моде в огромные фижмы, на обручах и с пышными громадскими прическами. Жесты однообразные, застылы, бесстрастные лица анемичны, поражающие сходство между собой и общими финальными чертами гавзугов. Результат чрезвычайно близких по крови брачных союзов, их болезненное потомство жило недолго. Веласкес создает непревзойденные по красоте живописные ансамбли. Он стремился передать всю сумму впечатлений от живой натуры, воспринятые им с непосредственной свежестью. Нежные краски бледных, словно фарфоровых лиц, влажный блеск глаз, сияющие орелы причесок, мерцание массивных чеканных украшений и воздушность кружев от цвета шелка, атласа, партий, блеск золота, прозрачную пену воротников, вспышки алых лент. Чарующим великолепием отличается цветовое звучание туалетов, написанных то голубовато-серебристой, то нежно-золотисто-серой и особенно любимой мастером серебристо-розовой гамме с красочными пятнами черного и кораллово-красного. Лица выписаны детальнее по сравнению со всем остальным, где преобладают отдельные мазки разной густоты и плотности. Тончайшие и красочные оттенки сливаются воедино в сиянии трепетного света. В живописной стихии Веласкеса живое дыхание жизни. В нем как бы оживают хрупкие инфанты, еще не утратившие естественности чувств. Среди первых изображений особ королевского дома портрет инфанты Марии Терезы, дочери Филиппа IV, и Изабеллы Бургонской, будущей королевой Франции. Торжественно позирует на фоне розово-пурпурного занавеса новая супруга короля Марианна Австрийская в великолепном черном платье с серебряными галунами. С непредвзятой правдивостью художник передает ее унылое, безбровое и слегка дутловатое лицо. Недалекая капризная австрийская принцесса, родная племянница Филиппа IV, была на 30 лет его моложе. Тупую немку испанцы не излюбили. Авдовев и став регеншей при малолетнем слабоумном сыне Карле II, Марианна проявила поистине волчью хватку интриганки, боровшейся за власть. Особенно часто Беласко списал инфанту Маргариту, старшую дочь Филиппа IV и Марианны. Совсем крошечной, она представлена в поразительном, по своей нежной цветистости портрете Венского музея. От изображения к изображению видно, как инфанта взрослеет. Как все заметнее, в ее лице проявляются характерные капсбургские черты. В некоторых образах улавливаются тонкие, противоречивые душевные движения. Особенно хрупкой, словно беззащитной, предстает испанская инфанта в залитом цветом венском портрете 1659 года, написанном в сине-голубой серебристой жемчужной гамме. В портрете из Прадо 1660 года Маргарита в огромной рубе стоит на фоне красной, с огненным оттенком драпировки, в лице с более резкими чертами, предположительно написанном в массу, выражение холодной отчужденности. Превосходный вариант этого портрета кисти Веласкеса украшает Киевский музей западного и восточного искусства. Поздние картины Веласкеса так необычны по замыслу, по взаимодействию образов, смысловой многоплановости, что их истолкование вызывало и вызывает среди исследователей несогласие и споры, ибо они сложны, как сама жизнь. Подлинный венец творчества Веласкеса и гордость Прадо и его крупномасштабные картины «Лас Менинос», «Менины» и «Пряхи». Проблема света и воздуха решается здесь в замкнутом пространстве дворцовых покоев или в полутемном помещении королевской мастерской «Санта-Исабель», которую Веласкесу приходилось неоднократно посещать. В картине Менины нет ни активного действия, ни четко выделенного главного героя. Само ее название условное и не передает многосложности изображенного. В инвентаре Алькасара XVII века она была обозначена как семья. В инвентаре XVIII века – как семья Филиппа IV. А в 1843 году в каталоге Прадо директором музея художником Педро Мадрасо впервые названо «Лас Менинос», что означает «фрейлины» и происходит от португальского слова «менина», то есть молодая девушка знатного рода, которая находилась в качестве фрейлины у испанских «инфант». Название это по существу случайное, глубоко укоренилось. Картина переносит на сумрачную обстановку просторной дворцовой комнаты, которая служила Веласкесу в мастерской. С левого холста, натянутого на высокий подрамник, художник изобразил самого себя в момент, когда он пишет портрет королевской четы. И король, и королева присутствуют в зале перед полотном. Зритель видит их смутное, отодвинутое в глубину отражение в зеркале на противоположной стороне зала. Инфанта Маргарита в окружении фрейлин и карликов призвана развлекать родителей в томительные часы сеанса. За группой переднего плана – фигуры придворной дамы и кавалера, тихо переговаривающихся между собой. Сзади гофмаршал королевы Хосиньету отдергивает гордину с окна, и сквозь открытую дверь солнечный свет вливается в дворцовый покой. Веласкес впервые в истории живописи показывает закулисную сторону жизни королевского дворца. Полны живой выразительности изображения маленькой Маргариты, стоящей в несколько чопорной позе молодых изящных фрейлин, особенно Аугустини Сарменту, потающей инфантий бокал с водой на подносе и опустившейся при этом согласно этикету перед ней на колени. Миловидного расшалившегося карлика Николоситто Пертусато, который толкает ногой большую сонную собаку, и уродливой, грузной, застывшей, как идол, карлице Марии Барбовой. Несмотря на то, что в Менинах сочетаются черты бытовой картины и группового портрета, это произведение выходит за пределы каких-либо жанров. Частный эпизод придворного быта представлен здесь как одно из мгновений общего течения жизни во всем богатстве ее взаимосвязанных и изменчивых проявлений. Картина построена на сложной диалектике, низведении официального величия и возвышения реального. Уже само непосредственное и достоверное изображение королевского быта снимает всякий оттенок парадности, приукрашенности. Тем не менее, все представлено с необходимой долей достоинства, с сохранением полной видимости этикета. Действующие лица в той или иной степени связаны присутствием царственных особ. На них смотрит художник. Поглощенный работой в королевской черте обращены взоры инфанты, карлицы, гуфмаршала Ньетту, в то время как Агустина Сарменту уделяет все свое внимание инфанте, другая Фрейлина и Сабель Веласко склоняются перед ними в придворном поклоне. Однако король и королева находят свое воплощение в далеком отражении зеркала. Они словно неизведены до уровня реальных людей, находящихся среди зрителей картины. Игра смысловых оттенков здесь сложна и многопланово, ибо венциносные особы как бы подразумеваются. Отразившиеся в зеркале облик Филиппа IV почти призрачен. Каждый образ на редкость красноречив. Фигуры миловидной Маргариты и уродливой Марии Барболы размещены и сопоставлены так, что между ними возникает странное сходство, которое придает их образом некие неожиданные грани. Свитий инфанты Карлик Николосито, похожий на изящного миниатюрного мальчика, превосходит всех своей естественной живостью и свободой. Даже изображению на переднем плане большого пса отведена отнюдь не второстепенная роль. Крупное красивое животное с мягкой пушистой серебристой шерстью находится в состоянии блаженной дремы. Его изображение воплощения вечных сил природы усиливает к картине общее впечатление господствующей тишины и умиротворения странной завороженности. Вместе с тем это произведение наполнено движением пространственных планов, воздуха, света. Пространство как бы выходит за пределы полотна, якобы присутствующая королевская чета замыкает изображенную на нем сцену. В то же время ощущение вторгающегося в картину зримого мира выражено и в глубинном движении. Взор зрителя устремляется по композиционной продольной оси к открытому окну, откуда строится яркий солнечный свет. Как справедливо заметил один исследователь, создается впечатление, что в картине колеблется тот же воздух, которым дышат смотрящие на нее. Кажущаяся непреднамеренность изображения подчинена глубокому, продуманному замыслу. Живая композиция классически уравновешена, обладает строгим и ясным равновесием формы. Общий, редкой красоты и зелено-оливково, серебристый тон картины, полный, тончайший красочных нюансов, оживлен пятнами кремово-белых, серо-жемчужных, голубовато-зеленых одежды, кораллово-красных лент и украшений. Если рассматривать полотно вблизи, то поражает разнообразие и несравненная свободы красочного слоя. Движения мазков, положенных то более плотно, то легчайшими касаниями кисти, то путем энергичных ударов. Хаос мазков чистой краски совершенно исчезает при рассмотрении менин с отдаленного расстояния. Все сливается в неповторимом живописном единстве, в гармонически прекрасное целое. Особое внимание в именинах привлекает образ самого Веласкоса. Один из немногих достоверных автопортретов. Мастер стоит перед холстом, спокойный, сосредоточенный, погруженный в работу. Мерцание света и тени, движение воздуха вокруг фигуры не разрушают формы. Обобщенные прозрачные мазки выявляют благородное очертание лица, объем высокого лба, мягкую массу ющихся волос. Несколькими ударами кисти переданы блестящий шелк рукавов, узкий пояс, стягивающий стройную талию. Выражение духотворенного, усталого лица, особенно глаз, слегка обрядкрытых темными ресницами, подчеркнуто то особое состояние живописца, который стремится увидеть натуру в единстве целого. Неразрывно связан с этим и жест. Неподражаемое изящество, высокий артистизм, жестовый ласкоса выражает внутреннее движение творящего художника. Мы почти чувствуем трепет прекрасных нервных пальцев, сильная и в то же время мягко сжимающая тонкую кисть. Мастер изобразил себя в момент творческого вдохновения, когда замысел картины обретает зримую пластическую форму. Отсюда это состояние самоуглубления, замкнутости, какая-то высшая отрешенность от всего, что происходит рядом. Веласкес скромно изобразил себя в стороне, в полутене, в темной, незаметной одежде. Но этот автопортрет – один из ключевых образов картины. При всей многоплановости данного произведения в нем господствует идея творческого воссоздания и преображения жизни. И в этом главная роль принадлежит художнику, созидающему искусство. Столь же многопланово по образному замыслу картина пряхи. Жанровая сцена в Ковровой мастерской включает сюжетный мотив мифа о гречанке Арахне, искусственной мастерице Ковров, держнувшей соперниче в своем искусстве с богиней Афиной. Сама жизнь воплотилась в крепких фигурах прях, охваченных единым слаженным ритмом работы. Особенно хороша изображенная справа, исполненная юной прелестью босоногая девушка. Ее образ – своеобразная поэтическая параллель образу античной Арахны. На дальнем плане, на площадке, залитой лучами солнца, придворные дамы любуются прекрасным Ковровым изображением, на котором остается для зрителя загадкой. Извытканные на ковре композиции, навеянной похищением Европы Тициана, словно выдвинутые в зыбкое пространство интерьера персонажи античного мифа Афина и Арахна. Они то ли составляют часть шпалерной сцены, то ли, что более вероятно, уподоблены актерам на театральных подмостках. Оба плана картины находятся в сложном взаимодействии. Представлен целый мир, выступающий в единстве жизни и мифа, мечты и реальности, труда и творчества, подлинного и призрачно-нарядного. Ковер – чудесное произведение искусства, которым любуются придворные дамы, создан здесь в мастерской, руками простых испанских работниц. Античный сюжетный мотив не случайен. Он оказывается в тесной связи с образцами картины, ибо Ткачиха Арахна – это олицетворение созидательной силы народа, равной богам, создании вечных художественных ценностей. В картине присутствует неповторимое по совершенству и глубине сочетание контрастного и возвышенного. Впечатление высокой поэзии и красоты порождено и живописным решением. Изысканным тонам дальнего плана – серо-голубым, бледно-желтым, светло-красным, серебристо-белым. Противопоставлены более сдержанные и насыщенные тона в группе прях – красно-коричневатые, сини-зеленые, густо-красные. Солнечный свет то погружает фигуры в золотистую мглу, то переливается в шелковых платьях дам и в цветных нитях ковра, то, проходя сквозь полузавешенное красной тканью окно, ложится теплыми бликами на фигуры работниц. Вспихивает мерцающими бликами в их темных волосах. Колебание воздуха придает картине впечатление изменчивой, живой эмоциональной среды. Все трепещет здесь, все живет. Сияющий круг слились спицы быстро вращающегося колеса прялки, словно слышен его легкий серебристый звон. В последние годы жизни Веласкес написал четыре картины на пифологические сюжеты для зала «Зеркал в Аркасаре» «Венера и Адонис», «Амур и Психея», «Аполлон и Марсий», и «Меркурий и Аргус». Вытянутые по горизонтали композиции предназначались для верхней части стен. Первые три погибли при пожаре Алькасара. Сохранилось лишь полотно «Меркурий и Аргус». Сравнительно малоизвестное, оно достойно входить в круг выдающихся произведений мастера. Сюжет греческого мифа о том, как по приказу Зевса бог Меркурий был послан убить Аргуса, неусыпного стража аргусской царевны Ио, превращенной ревнивой юноной в корову, становится ночной сценой, происходящей, вероятно, высоко в горах, под самыми облаками. Многоглазая чудовище Аргус превратился в осаногого испанского пастуха, спящего беспробудным сном. О том, что к нему осторожно подползает вестник богов, ловкий и хитрый Меркурий, можно судить по традиционным крылышкам на его высокой вылочной шляпе. Сзади виден величественный силуэт возлежащей коровы, в которую превращена Ио. Фигуры переднего плана на узкой полосе Земли написаны в живых и естественных позах. Картина может показаться драматической сценой, в которой разбойник крадет корову у спящего пастуха. Но бытовой аспект – одно из проявлений того снижения мифологической темы, которое часто применял бы Ласкас. Картина производит сильное впечатление. Зритель словно погружается в обволакивающую его атмосферу странной завороженности, тяжелой дремотности и одновременно настороженности и тревоги. Нависающая темнота гор контрастирует с сияющей массой огромного светлого облака, растворенные во мраке черные и серые, коричневые краски в фигуре Аркуса с тузпо-красными и желтыми вспышками цвета в одежде Меркурия, на фоне облака вытянутый рог коровы и острые крылышки на шляпе бога рисуются, как зловещие знаки. Прискорбно, что мы не знаем других поздних погибших мифологических картин, где мастер имел возможность развить свои искания и замыслы, обратиться к новым образом. Он находился в расцвете творческих сил. Меньше чем за год до смерти Веласки стал кавалером ордена Сантьяго, одного из самых почетных рыцарских орденов Испании. Но даже эта милость, которая отметила его придворные, а не творческие заслуги, принесла ему немало унизительных переживаний. Потребовались долгие доказательства его аристократического происхождения и многочисленные свидетельства того, что он занимался живописью ради своего удовольствия и по повелению короля. Но капитул ордена кандидатуру его отменил. Лишь по настоянию короля и даже при вмешательстве папы римского, Веласки стал, наконец, кавалером ордена Сантьяго и тем самым был приобщен к высшим кругам испанского дворянства. Образ его жизни, однако, не изменился. По-прежнему он был занят бесконечными придворными обязанностями, круг которых особенно возраст к осени 1659 года. Подписанный после долгой войны между Францией и Испанией и Пиренейский мир предусматривал брат между Людовиком XIV и старшей дочерью Филиппа IV Марии и Терезой. Их обручение должно было состояться на острове Фазанов на французской границе. Как гуфмаршал дворовый ласкость руководил подготовкой и украшением специального помещения для монашей встречи, устройством праздниц и приемов, сопровождавших бительное продвижение королевского кортежа. В ласкость удостоился всяческих похвал. На церемонии обручения он выглядел необычайно элегантно. Воображение невольно рисует образ этого удивительного человека, всегда умевшего скрыть и свою усталость, и накапливая ему годами коечь от непосильной работы, обладавшего спокойной доброжелательностью к людям. На здоровье его было подорвано. Приехав в Мадрид, он вскоре почувствовал приступ вернувшейся лихорадки. Лучшие придворные врачи не смогли спасти его. Глазкость они стало 6 августа 1660 года. Художника с торжественными почестями, достойными рыцаря Ордена Сантьяго, похоронили в главном алтаре в Андрейской церкви Сан-Хуан Баутистов в фамильном склепе его друга Дона Гаспара Фуэнсалиды. Рядом с ним через 7 дней была погребена сраженная горем верная спутница его жизни Хуана де Миранда. Могила Веласкаса и сама церковь бесцветно исчезли. Церковь Сан-Хуан Баутиста по-видимому принадлежала к числу зданий тех зон, которые подверглись решительной перестройке во времена оккупации Мадридов войсками Наполеона. Храм был разрушен вплоть до глубоких подземных склепов, поэтому предпринятые группы испанских художников в середине XIX века попытки отыскать остатки могилы Веласкаса успехом не уменьшались. Он разделил судьбу Эль Греку, Сервантеса, Лопе де Веги, Кардерона и Кеведу, чьи погребения затерялись. Существующая ныне маленькая неправильная форма площадь Ромалес к югу от полоса Ориенты известна своим центральным сквериком с белой колонной на белом перестале. Колонна увенчана легким металлическим крестом. В скромном и совершенно символическом знаке, обозначающем возможное погребение Веласкаса, есть, пожалуй, что-то более волнующее, чем в его бронзовом монументе, воздвигнутом в 1899 году перед фасадом Праду. Среди многочисленных мадридских памятников он один из лучших. Скульптор Анисету Маринос, его создатель, исходил при работе из автопортрета Веласкаса в Менинах и стремился приблизить монумент к зрителю, лишив его официальной парадности. Маринос изобразил живописца сидящим в кресле с палитрой в руке, словно погруженным в творческое раздумье. Поставленный по центральной аси фасада памятник удачно смотрится в свободном, спокойном пространстве бульвара Праду. Однако, по пластическим приемам многословности в деталях он традиционно академичен, холодноват, отражает вкусы своего времени. На постаменте помещена надпись «Художнику истины». Толпы, осаждающие Прада, минует этот монумент с почтительным равнодушием. Им предстоит встреча с произведениями и ласкостью, требующая углубленного и неспешного внимания. Сквозь века и с поколения в поколение искусство великого испанца дарит людям правду и красоту. Субтитры создавал DimaTorzok